Таблетки панангин – антиаритмическое средство, восполняющее дефицит магния и калия. Панангин является источником ионов калия и магния, предупреждает или устраняет гипокалиемию, улучшает обмен веществ миокарда, улучшает переносимость сердечных гликозидов, обладает антиаритмической активностью. Показания. Применяется для лечения следующих заболеваний. Сердечная недостаточность. Инфаркт миокарда. Нарушение сердечного ритма. Преимущественно желудочковой аритмии. Используется в качестве дополнительной терапии при лечении сердечными гликозидами. Применяется для лечения гипокалиемии, гипомагниемии, недостаточным поступлением ионов магния и калия в организм, при их дефиците в пищевом рационе. Дозировка. Перед применением проконсультироваться с врачом. Применяется внутрь, не разжевывая, и запивая достаточным количеством воды. Препарат следует применять после еды, так как кислая среда желудка снижает его эффективность. Обычная суточная доза по 1-2 таблетки 3 раза в сутки. Максимальная суточная доза по 2 таблетки 3 раза в сутки. Длительность приема препарата и необходимость повторных курсов определяет врач. Данные по безопасности и эффективности применения препарата панангин у детей и подростков отсутствуют. Противопоказания. Гиперчувствительность. Острая и хроническая почечная недостаточность. Болезни Эдисона. Анурия. Кардиогенный шок. Выраженная артериальная гипотензия. Гиперкалиемия. Гипермагниемия. Тяжелая миостыния. Аллигурия. Гемолиз. Нарушение обмена аминокислот. Особые указания. Следует с осторожностью назначать препарат панангин пациентам с повышенным риском развития гиперкалиемии. В этом случае необходимо регулярно контролировать уровень ионов калия в плазме крови. Перед приемом препарата пациент должен проконсультироваться с врачом. Препарат не влияет на способность управлять автомобилем и заниматься видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций. Побочные действия. Возможны тошнота, рвота, диарея, неприятные ощущения или жжение в эпигастрии, у больных аноцидным гастритом или холециститом. Атриоментрикулярная блокада. Парадоксальная реакция. Увлечение числа экстрасистол. Гиперкалиемия. Тошнота, рвота, диарея, парастезии. Гипермагниемия. Покраснение лица, чувство жажды. Снижение артериального давления. Гиперрефлексия. Угнетение дыхания. Судороги. Если какие-либо из перечисленных побочных реакций становятся серьезными, или вы заметили появление других побочных реакций, не перечисленных в данной инструкции, следует обратиться к врачу. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.